Продолжаем грамматический разбор последнего айта этой суры. А неверующий скажет «О, если бы я был прахом землёй!» Глагол настоящего будущего времени поставлен в состояние арраф в изъявительное наклонение «Почему литаджар рудихим на насобе вальджазм?» так как он «субоден от амило» , который встает его в состояние насп или альджазм. Во алямату раф и признак состояния арраф в этом глаголе – «ъяддамуты duy рудого ахиры» , явная одна над его окончанием. Алькифиру – «ъй акварль файлы» , файл глагола « architectural expression – Файл глагола якуль,r морфу ע嫩بيhi» , поставлен этим глаголом в состоянии арраф. Во алямату раф и признак в состоянии арраф в этом имени, является «дамуты duy рудого ахиры» , явная одна над ее окончанием Вальфиъъле маааа фа'лихе глагуле якуле вместе со саоим фа'лим. Все это жумлятон фа'лиъъътун, глагольное предложение. В махалле джарим на месте падежа ал-жар. Эт предложение маааа туватун белвауы аля жумлятий янзурл-маруа. Так как это предложение соединено посредством союзвау с предложением янзурл-маруа, которое являлось мудваф-илейъ для слова евма. Значит и это предложение якулюль кафиру тоже должно быть в состоянии ал-жар. так как то, что происходит после союза, перенимает поддержку того, что находится до союза. Есть еще и другой вариант грамматического разбора предложения в Якулюль-Кафира. Это если мы скажем, что вау здесь не союзная частица, а вау в листе и нафи, то есть вау указывающий на новое возобновление предложений. Если в первом варианте, где вау являлся союзом, перевод был таким в тот день, когда человек увидит, что уготовили его руки, и неверующий скажет и так далее. То в этом варианте перевод будет таким в день, когда человек увидит, что уготовили его руки. На этом пауза, точка. То есть предложение завершено. А затем начинается новое предложение. Они верующие скажут и так далее. В этом случае предложение в Якулюль-Кафира, если мы скажем, что оно жумлятун синафиятун, новое возобновляемое предложение, оно не будет иметь места в падеже. Поэтому мы скажем, не имеет места в падеже. Также предложение Якулюль-Кафира может быть и Аль-Халь, обстоятельство образа действия, то есть тот день, когда человек увидит, что уготовили его руки, в то время как неверующий скажет и так далее. В этом случае это предложение будет на месте падеже Аль-Насб, как и подобает предложение, которое выступает в качестве Аль-Халь, обстоятельство образа действия. Дальше, Я-Лейтани. Я-это харфу-Танбихин, частица привлечения внимания к твоей речи. Так же, как и Ха, в указательном местомене Ха-Де. Ха-Де, значит, Я-это харфу-Танбихин, Мабнин-Аля-Сакуни, с неизменяемым окончанием, сакуном на конце, Ла-Махалл-Луху-Мин-Аль-Ираби, не имеет места в падеже. Есть еще и другой вариант, это если мы скажем, что Я-это не харфу-Танбихин, не частица привлечения внимания, а харфу-Недайн, звательная частица, или, скажем, частица обращения. В этом случае мы говорим, Я-это харфу-Недайн. Но далее грамматический разбор будет таким же, как и в первом варианте. То есть, Мабнин-Аля-Сакуни, Ла-Махалл-Луху-Мин-Аль-Ираби, с неизменяемым окончанием, с постоянным сакуном на конце и так далее. Единственное, мы говорим, что Я-это замена глагола АДО, АДО, то есть, Я-зову, Я-обращаюсь. Мы говорим Я-это харфу-Недайн, Н-на-ибун, Манаба-АДО, замещает глагол АДО. Так как смысл Я-это тот же смысл, что и глагол АДО. Из-за частого употребления, здесь глагол АДО заменили на частицу Я, АДО – это глагол настоящего будущего времени, ФИАЛЛУН-МУДАРАН. Скажем его ИРАБ, такой же, как и у глагола Я-кулю, то есть, ФИАЛЛУН-МУДАРАН, МАРФУУН, Однако здесь мы говорим, что признаком состояния АДО у глагола АДО будет АДОМУТУЛЬ АЛЬМУКАДДАРУТ АЛЯ АХРИГИ, скрытая, подразумеваемая ДОМА над его окончанием. Проявиться, или скажем появиться, то есть, произноситься этой ДОМА мешает трудность произношения над буквой ВАУ. Иншалла, если на то будет воля Аллаха, мы подробно поговорим об этом в другом месте. Возможно, в АДЖУРМИЕ. Дальше, ФААЛЛУГУ, ФААЛЛ, то есть, действующее лицо этого глагола, глагола АДОУ, это ДОМИРУН, МУСТАТРУН, ФИИГИ, УДЖУБАН, скрытая в нем, обязательном порядке местоменей, ТАКДИРУГАНА, и этим скрытым местоменем является местомение АНА, на которое указывает приставка ХАМЗА, в начале этого глагола. Мы подробно говорили об этом в части АСАРФ, морфологического разбора этой суры. Значит, частиц обращения, то должен быть и АЛЬМУНАДА, то есть, то, к которому мы обращаемся, являющиеся в то же время, МАФУЛЬМ БИГИ, прямым дополнением для глагола АДОУ. Здесь подразумевается любое подходящее по смыслу имя, например, Я НАСУ, или Я ГАЗА, ОЛЮДИ, или ОЭТАТРУН, значит, НАС, это МУНАДА, то, к чему обращено, это обращение. МАБНИУ АЛАДДОМИ, с неизменяемым окончанием, с домой на конце. Хотя, с неизменяемым окончанием, МОРАБ, просто здесь, после частиц обращения, ОНО является ВРЕМЕННОМ ОБНИ, с неизменяемым окончанием, так называемым, БИНА УНТАРЮ, то есть, появившаяся, ВРЕМЕННАЯ неизменяемость окончания. МАБНИУ АЛАДДОМИ, с неизменяемым окончанием, с домой на конце, ФИМАХАЛИ НАСБИ, НАМЕСТЕ, ПАДЖААННОСБ, МАФУЛИМ БИГИ, прямое дополнение для глагола АДОУ. Далее, ВАЛЬФАЛИ МАФАЛИ, глагола АДОУ, со своим фаалом, НА, является, ДжУМЛЕТНОМ ФААЛИ, глагольным предложением. Отдельно, у этого предложения, нет места в падеже, но все, что упомянуто, после глагола ЯКУЛ, включая в себя, и данное предложение, все это будет, МАФУЛИ БИГИ, для глагола ЯКУЛ, но об этом, мы скажем в конце. ЛЕЙТАНИ, ЛЕЙТА, это ХАРФУ, ТАМАННИН, ЭТА ЧАСТИЦ, указывающая на желание чего-то, желание неосуществимого, невыполнимого, или трудноосуществимого, с большим трудом. ЭТА ЧАСТИЦ, относятся к СЕСТРАМ ИННА, МИН АХАВАТИ ИННА, то есть, так же, как ИННА, добавляется к именному предложению, ФАТАНСИБУЛИСМУ, ТАРФУЛЬ ХАБРА, так же, как ИННА, ставит подлежащее в состоянии, НАСП, после чего, оно уже называется, как ИСМУЛЕЙТА, то есть, ХАБРА ЧАСТИЦА ЛЕЙТА, значит, ЛЕЙТА, это ХАРФУ, ТАМАННИН УНАСПИН, МОБНИУ АЛА ФАТХАН, с неизменяемым окончанием, с постоянным ФАТХА на конце, А НУН, это НУН, это НУН, оберегание, которое обычно приходит на конце переходного глагола, Я оберегаю от его окончания, от огласовки КСР, которую требует следующее, за этим НУНом, местомение первого лица, единственного числа Я, например, ЛОРАБАНИ АБИ, МОЙ ОТЕС ПОБИЛ МЕНЯ, так местомение первого лица, будучи ударением, долготой, всегда требует перед собой КСР, а глагол не приемлет КСР, так как это огласовка, в основе огласовка ПАДИЖА АЛЬДЖАР, который присутствует только именам, именам существительным, и как компромиссное решение, между ними встает НУН ЛЮКАТИ, НУН ОБЕРЕГАНИ, который, в свою очередь, оберегает окончание глагола от КСР, и в то же время, предоставляет эту КСР местомению Я. Значит, НУН ЛЮКАТИ в основе проходит на конце окончания глагола, но иногда он может находиться на конце частиц, как мы видим в данном примере. Итак, НУН – это НУН ЛЮКАТИ, МАБНИЮ АЛЛЬ КСРИ, с неизменяемым окончанием с КСР на конце. И АЛЬТАНИ, АЛЬЯ – это ЛОМИРУН МУТТАСУН, слитное местмение, МАБНИЮ АЛЛЬ СУКУНИ, с неизменяемым окончанием с УКУНОМ на конце, ФИМАХАЛЛЬ НАСПИН, на месте подъезжая АЛЬ НАСП. ИСМУ ЛЕЙТА является ИСМ частицей ЛЕЙТА. КУНТУ, КАНА, ГЛАГОЛ КАНА в КУНТУ, то есть КУН, это ФИЛЛИН МАДУ НАКУСИН, глагол прощающего времени, являющийся недостаточным глаголом, нуждающимся в ИСМЕ и в ХАБРе. На предыдущем уроке мы подробно поговорили об этом глаголе. ИАРФАУЛЬ СМУ ИНСК БАЛЬ ХАБРА, ставить имя в состояние АРРОФ, а ХАБР в состояние АЛЬ НАСПИН. МАБНИМА АЛЬ ССУКУНИ С НЕИЗМЕНЯЕМОМ ОКОНЧАНИЕМ, ССУКУНУ НА КОНЦЕ, ПОЧЕМУ ЛИТТИСУАЛИХИ БИДАМИРА РРОФ ИЛМУТАХАРРИК, ТАК КАК ЭТОТ ГЛАГОЛ ПРИСОЙДИНЕН К ОГЛОСОВАННОМ МЕСТЕМЕНИЕ ПАДИЖАЕ АРРОФ, УАТТАУ АТТА, ЭТА ДАМИРУ НМУТТАСАНИС, ЛИТНОЕ МЕСТЕМЕНИЕ, МАБНИМА АЛЬ ДОМИ С НЕИЗМЕНЯЕМОМ ОКОНЧАНИЕМ С ДОМА НА КОНЦЕ, ФИ МАХАЛЛИ РРОФ, НА МЕСТЕ ПАДЖАЕ АРРОФ, ИСМУ КАНА, ИСМ ГЛАГОЛА КАНА, ТУРАБАН, 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 ЭТА ХАБРУ КАНА, ЯВЛЯЕТСЯ ХАБРУМ ГЛАГОЛА КАНА, МАНСУБАН, ПОСТАВИНУ С СОСТАНИЕ АН НАСПУ, ВАЛЯМУ ТУРАБН, НАСПУ И ПРИЗНУМ В СОСТАНИЕ АН НАСПУ, ЭТОМ ИМЕНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ АЛЬ ФАТХАТУ ЗЗАХИРАТУ ФИ АХРИХИ, ЯВНОЙ ФАТХА НАДИ ВО ОКОНЧАНИЕМ, ВАЛЬ ФИАЛУ, ТУЕС ГЛАГОЛ КАНАМ МААСМИХИ ВАХАБРИ, ГЛАГОЛ КАНАМ СО СО СВОИМ ИСМАМ И ВАХАБРАМ, ВСЁ ЭТА, ВСЁ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫ, ГЛАГОЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ФИ МАХАЛЛЬ АРАФАНН НА МЕСТЕ ПАДИЖАЕ АРРАФ, ХАБРУ ЛЕЙТА, ХАБР ЧАСТИЦА ЛЕЙТА, А ЧАСТИЦА ЛЕЙТА, СО СО СВИМ ИСМАМ И ХАБРАМ, ФИ МАХАЛЬ НАСПУ, НА МЕСТЕ ПАДИЖАЕ АН НАСПУ, МАФУЛИН БИГИ, НЕПРЯМОЕ ДОПОЛНЕНИЕ ГЛАГОЛ ЯКУЛЬ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ МАКУЛЬ ЛКОВЛИ, ТОЕССКАЗАННОЕ, ПРОИЗНЕСЕННОЕ, ТОЕС ВАЯКУЛЬ ЛКАФРАНН НЕВЕРУЮЩИЙ СКАЖЕТ, СКАЖЕТ ЧТО? СКАЖЕТ Я ЛЕЙТАНИ КУНТУ ТУРАБА, АТОЕСЛИ МЫ СКАЖЕМ, ЧТО Я, ЭТО ХАРФУ ТАНБИГИН, НО ЕСЛИ ЖЕ МЫ СКАЖЕМ, ЧТО Я, ЭТО ХАРФУ НИДА, ЧАСТИЦА ОБРАЩЕНИЯ, ТО ТОГДА У НАС ПОЛУЧАССЯ ДВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПЕРВОЕ, ЭТО Я НАСУ, О ЛЮДИ, И ТАК ДАЛИ, А ВТОРОЕ, ЭТО ЛЕЙТАНИ КУНТУ ТУРАБАНН, О, ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ С ЗЕМЛЁЙ ПРАХАМ, В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛЕЙТАНИ КУНТУ ТУРАБАНН, НО БУДЕТ ЧАСТЬЮ ЦЕЛОГО, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПРЯМЫМ ДОПОЛЕНИЕМ МАКУЛИ ЛКОВЛИ, ПОСЬ ГЛАГОЛИ ЛЯКУЛИ, ТАК КАК ПОСЛЕ ЭТОГОГОЛА, ЙОМАФУЛЬБИХИ ЯВЛЯЕТСЯ СОВОКУПНОСТЬЮ ВСЕГО УПОМЯНУТОГО ПОСЬ НЕГО, СКОЛЬКО БЫ ТАМ НЕ БЫЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЙОМАФУЛЬБИХИ, ИНОНО НЕГОМ, РОЗБОР СУРАН НАЗИАК, «ОЛЬ ХАМДУЛЛЛАХ ИЛЛЕЗИ БИНИНИМАТЬИ ТЕТМУССССССССССССССССССССССССССССССР»